Песня 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 Участники воспроизводили вслух заповеди древних богов наших. И во всем этом действии была непонятная, необъяснимая магия. Сам стиль изложения древних текстов завораживал. Я ощущал себя частью одного благородного действа, которое, может быть, впервые в жизни позволяло почувствовать свое единство с прошлыми событиями, единство с далекими предками. И какая-то непонятная радость и гордость охватывала меня. Даже слезы появлялись на глазах от тех чувств, которые переполняли меня в тот момент. Конечно, я не понимал тогда смысла всех слов, хотя они звучали, казалось, на понятном и родном мне языке. Среди множества заповедей, которые звучали в тот день, мне особенно запомнилась одна. Я затем уточнил, это была одна из заповедей бога Перуна. Сейчас я прочту ее. Воспитайте в чадах своих любовь к святой земле, расы, чтобы не прельщались они чудесами заморскими, а могли сами сотворить чудеса более чудные и прекрасные, да во славу святой земли вашей. Вернувшись домой, я невольно стал вспоминать и осмысливать прошедшие события, прошедшие сказочные действия, участником которого я был в этот день. В воображении стали появляться красочные картины, событий, уходящих на тысячи лет в прошлое. Конечно же, они выглядели намного ярче, красочнее, чем то, на котором присутствовал я. Там было большое количество людей, празднично одетых, взрослых, молодых, стариков и детей. В их лицах, движениях, в их действиях чувствовалась огромная свобода, воля и смелость, любовь и простота, ясное понимание нужности, важности и неотъемлемой принадлежности себя к великому событию, которое они отмечали. Я видел, что в определенный момент они пели, веселились и водили хороводы, но услышать хоть что-нибудь извиденного я не мог, у меня не получалось. Проходило время, и я вновь и вновь возвращался к этому событию, понимая, как мы с вами знаем, что рукописи не горят, а у великих знаний и тайн есть свои хранители, которые по понятным им признакам передают эти знания соответствующим людям в нужное время. И меня стал интересовать вопрос, а какие в те далекие времена были песни, какие были мелодии, гармонические обороты и ритмы, но ответа на этот вопрос в виде каких-либо записей или источников я не находил. А представить, что наши многомудрые предки тысячи и тысячи лет назад не имели и не создавали прекрасных песен, я просто не могу. Теперь мы знаем, какими огромными знаниями наши предки обладали в области астрономии, астрологии, в медицине, в общении и взаимодействиями с силами природы и стихиями и во многих других областях. Так вот, представить, что обладая знаниями космических масштабов, в любой области наши предки не обладали развитым искусством, просто невозможно. А поскольку в наших жилах течет кровь огромного числа прошлых поколений, и ДНК человека реагирует на ассоциации, чем бы они не были вызваны, иначе говоря, ДНК реагирует на ассоциативный ряд, мы можем предположить, что чтение или звучание древних наших текстов может пробуждать родовую память, связанную в том числе и с искусством. И тут я опять вернусь к той заповеди Бога Перуна, где в числе прочего говорится «Не прельщайтесь чудесами заморскими, а создавайте чудеса более чудные и прекрасные». Иначе говоря, «А кто кроме нас будет восстанавливать и развивать традиции и культуру предков, тем самым радуя предков и богов своими делами, именно тогда начнет поступать помощь и поддержка свыше». Мне думается, что все мы вместе и каждый в своем деле можем восстанавливать традиции и развивать уникальные способности, переданные нам в наследство предыдущими поколениями, но пока находящимся в спящем состоянии. Изменимся мы, изменится все внутри и вокруг нас. И я задаю, уважаемые радиослушатели, вопрос вам и, конечно, себе. «Какую память мы оставим о себе, нашим потомкам? Какой пример подадим своей жизнью? Каждый из нас на своем месте?» Ответ для меня стал очевидным. Поскольку я профессиональный музыкант и на протяжении всей жизни пишу песни, я и решил переложить на музыку наши древние тексты. И тут началось невообразимое. Мелодии стали приходить одна за другой. Вскакиваю по ночам, записываю, аранжирую. Появились музыканты, которые стали помогать в студийной работе, за что огромная благодарность Виталию Филимонову и Дмитрию Цверянишвили. Появился в моей жизни духовный наставник и учитель Шварев Вадим Олегович, который помогал с подбором текстов и распространением дисков. И чего я никак не ожидал, появились люди, которые стали помогать материально в создании первого сольного альбома, который называется «Эпоха Волка». Поскольку запись в студии стоит определенных денег, а также издание диска, я имею в виду создание макета, печатание обложки и производство самих дисков. Михайлович Федор Федорович первый помог мне финансово. Конечно, я и сам от каждого своего заработка откладывал десятину на создание и запись этого альбома. И вот в один прекрасный день в моих руках оказалась небольшая стопка листов с текстами обращений и славлений родных богов. Шрифт был очень мелкий, и я через лупу перечитывал их по многу раз, отмечая наиболее мелодичные. В то время я почти ничего не знал о четырех главных стихиях, а это стихии воздух, земля, огонь и вода. А первый текст, который больше всего привлек мое внимание, был посвящен богу-покровителю Стрибогу. Стрибог управляет вихрями, ураганами, молниями и ветрами, морскими штормами на Мидгард-Земле. К нему мы обращаемся, когда необходима дождевая туча, во время засухи, или наоборот, когда в дождливый период необходимо разогнать тучи и дать Яриле Солнцу согреть наполненные влагой поля. Он является покровителем Земли Стрибога. Мы ее сейчас знаем, как планета Сатурн в системе Ярилы Солнца. Когда в жизни сталкиваемся с ситуациями, требующими больших энергозатрат в какой-то области, то лучше всего провести медитацию на нужную вам стихию. Если работа требует больших энергозатрат и связана с общественной или социальной деятельностью для установления доверительных отношений и контакта с людьми, лучше всего подойдет медитация на стихию воздух. Итак, давайте послушаем песню «Стребог». А в начале песни звучит текст. Для меня он является и уставом, и присягой, и даже конституцией. Хотя те люди, которые его мне продиктовали, называли его «Гимн духовного пути». Итак, песня «Стребог». Боги мои, предки светлые, тресветлые, Русь великая, отчизна милая, Солнце исконное обнимает лучами землю родную, Макош, матушка, ткет нити судьбы, Дана охватила руками землю матушку, Коя жизни и приплодам полна. Я иду в стезе и праве, К воротам Ирия, С прадедами воедино. Перун ведет меня в вечность бессмертного рода, Слышит душа голос предков, В свисте ветров, Стребожьих. Есть то вечное коло, Явление родов славянских, Кола вечное и неуничтожимое, Бессмертное, словно вера моя, Твердая, как АллатРь камень. Тип, велик, стрибок, Воздуй на восток, Да, на север, юг, На западной луг. На западной луг, Да, на север, юг, Воздуй на восток, Тип, велик, стрибок. Вей во все пороги, Вороши дороги, Крылый распрями, Вихри, подемей, Вихри, подемей, Крылый распрями, Вороши дороги, Вей во все пороги, Вой и о, Хай-эй-эй-о 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 Велик стребок Воздуй на восток Да на север-юг На западной луг Вей во все пороги, вороши дороги, крылы распрями, вихри по дыме. При вольна лети, при вольна лети, при вольна лети, свят стрибожи буди. Свят стрибожи буди. Каждая новая песня – это очередное славление наших светлых богов. Видимо, сочетание этих слов, их звучание и напевность, их ритмическая составляющая является основой для пробуждения родовой памяти. И следует учитывать, что эти тексты во многом адаптированы для сегодняшнего дня. И тем не менее, это срабатывает, наполняет душу возвышенной радостью. В предыдущей программе, которая называлась «Давайте поговорим про День Велеса», я рассказывал об этом Вышнем Боге Велесе и зачитывал текст на древнем славянском языке. Так что сейчас нет смысла повторяться, желающие могут послушать эту программу. Перед тем, как прозвучит песня о Вышнем Боге Велесе, скажу несколько слов о том, что благодаря Вашим комментариям и отзывам появляются силы и уверенность для продолжения начатого дела. Особенно, когда звонят по телефону и говорят, что в их доме дети знают и поют эти песни. А потом кто-то из деток напевает ту или иную песню, как могут, в трубку телефона. Вот тогда и наступает для меня момент истины. Итак, слушаем следующую песню «Велес». Гой, если в Велесе славление внуцов своих услышит. Гой, если в Велесе, Велесе не бесит. Гой, если в Велесе, Велесе не бесит. В Велесе не бесит. Златый роган. В Велесе не бесит. Сребряные уста. В Велесе не бесит. Златый роган. Сребряные уста. Мельтян и богат. Прими речи, прими жреть, Прими души нашей. Дождик плотен, дождик скотик, Дождик блажный. Дождик плотен, дождик скотик, Дождик блажный. Гой, если в Велесе, Велесе не бесит. Гой, если в Велесе, Велесе не бесит. В Велесе не бесит. Златый роган. В Велесе не бесит. Сребряные уста. В Велесе не бесит. Златый роган. Сребряные уста. Мельтян и богат. Сребряные уста. Мельтян и богат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То есть нашу планету Чтобы защитить ее от темных сил пекельного мира Перун уже однажды освободил из пекельного мира наших предков И завалил на Мидгардземле врата Междумирья Ведущие в пекло горами Кавказскими То, что многие люди понимают как ад, наши предки называли пекельным миром Эти битвы света и тьмы происходят через определенные промежутки времени А именно, по истечении сворожьего круга и 99 кругов жизни То есть через 40 176 лет Я думаю, что Вышнему Богу Перуну необходимо посвятить специальную программу Поэтому сейчас мы не будем углубляться Единственное добавлю Что только в честь Бога Перуна Отмечает два праздника в один год Первый – это Зимний день Перуна, 13 января И второй праздник – Вышний день Перуна, 4 августа Итак, слушаем следующую песню Посвященную Богу Перуну Отец наш Перуня Возе-хранитель Ты светлых сил сварги Укрой от обмана От тьмы и дурмана Отец наш Перуня Возе-хранитель Ты светлых сил сварги От тьмы и дурмана Укрой от обмана От тьмы и дурмана От чернобожих пороков От чужеземных оброков Укрой от обмана От тьмы и дурмана От чернобожих пороков От чужеземных оброков Отец наш Перун, Возе-Хранитель Ты светлых сил сварги всей управитель Веди нас к созиданию, а роды наши к процветанию Ныне и призна, и от круга до круга Веди нас к созиданию, а роды наши к процветанию Ныне и призна, и от круга до круга Тако будь, тако есть, тако будет Тако будь, тако есть, тако будет Тако будешь, тако есть, тако будет Тако будешь, тако есть, тако будет А следующая песня посвящена весеннему обряду в честь вечно молодой и вечно прекрасной небесной богини Лели. Она является охранительницей взаимной, чистой и постоянной любви. Она заботливая, нежная, богиня-покровительница семейного счастья, супружеского согласия и всяческого благополучия. Эта песня была первой, которую я написал. А предыстория очень простая. Перед праздником в честь богини Лели девушки обратились ко мне с просьбой. Написать музыку на обрядовый текст, так как они вводят хоровод под эти слова и должны петь, а музыки нет. Все произошло очень быстро. В тот же день она была готова. Осталось ее записать в студии. В Сочи есть ансамбль «Любо». Я показал эту песню ее руководителю Ольге Чаодаевой. И на что она ответила, что эту песню непременно им нужно включить в свой репертуар. И по сей день они с успехом исполняют ее на всех своих концертах. Итак, слушаем песню «Едеть весна». «Едеть весна». «Едеть весна» 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 Продолжение следует... Продолжение следует...